всем привет с вами банарди и сегодня в ролике я покажу где найти азов 43 191 спринтер этот автомобиль больше используется как ну не знаю скаут потому что возить на нем в принципе ничего нельзя а только расследовать территорию смотреть где что находится и так далее как вы видите по водной преграде автомобиль ведется неплохо по камням прыгает как зайчик но вот с грязью конечно ему тяжко хотя первый уровень грязи мы проехали легко а во втором во втором я просто тупо застрял обляпался грязью но в принципе на понижай очки возможно на другой коробке передач будет проще но об этом время покажет а пока мой ролик начинает совсем приятного просмотра итак для того чтобы открыть данный автомобиль вам нужно отправиться на теннесси горящая мельница ваш автомобиль будет ждать вас камнях но для того чтобы его забрать оттуда нужно чтобы появилось поручение поручение появляется только после того как вы выполните контракты в этапе номер первом первый этап это нужно будет первое задание в этапе нужно будет отвести генератор и топлива топлива на заправке генератор в лесу автомобили использовать рекомендую зиг 605 или тайгу 6455 б как взять эти автомобили есть информация на моем канале все это мы делали для того чтобы восстановить склад снабжения откуда мы будем возить ресурсы на другие задания итак для того чтобы запустить генератора если вдруг кто не знает вы прицеп должны держать на автомобиле то есть не просто так привезли кинули оставили нет автомобиль должен обязательно быть подключен только после этого заработает генератор я рекомендую вам сразу сюда привезти какую-нибудь цистерну 1000 на 2 литров чтобы вам в будущем на все хватило в моем случае я сделал немножко по-другому и цистерну привез потом следующее задание нужно восстановить трек туда нужно привести три средних досок доски изготовляете в данном месте где мы привозили топлива ну и конечно же за счет генератора вот такая вот система которую сделали разработчики игры в общем мне пришлось съездить два раза найдете решение как за один раз привести три средних доски будете классными и продуманными игроками и так как же проехать можете проехать справа можете проехать слева если поедете слева как я рисую сейчас карту будьте осторожны там есть один вредный пенек на котором можно зависнуть подвиснуть и застрять в общем доски отвезли следующее задание восстановление солнечной электростанции для этого нужно будет перевести металлические балки взять их нужно будет все там же на базе снабжения и так следующее задание нужно привести солнечные панели понимаете фишка в чем это будет интересный для вас опыт дело в том что солнечные панели лежат в воде ну точнее на островках на переезде где мы возили металлические балки деревянные доски поначалу я сюда приехал на тайге с краном все так классно все думал будет но нет к сожалению то течение которое там есть она смывает тайгу напрочь не конечно повезло достать самый дальний груз перекинуть его поближе к пляжу и потом уже на другом автомобиле достать потому что моя тайга уплыла в далекие страны но обещала вернуться взял я татар кстати те автомобили которые я использую в роликах можно достать легко и просто просто открыть мой плейлист сноураннера и найти нужные автомобили ну а если вам одному скучно проходить это все обязательно приходите в мой telegram чат там на данный момент 160 человек которые желают просто играть в кооп которым скучно так же как и вам и хотят как бы это веселые ощущения до чтобы пройти все проще и так далее сейчас я вам рисую две карты как вернуться от четвертой панели я поехал по верху вы можете экспериментировать как хотите карту я вам нарисовал варианты должны как бы быть у всех я тебе уже говорил главное использовать правильные автомобили и тогда у вас не будет проблем с проездом тяжелых и очень тяжелых мест после того как вы привезете солнечные панели у вас будет такая прикольная анимация как восстанавливается база солнечных панелей можете ее посмотреть можете просто пропустить кому как больше нравится мне допустим по кайфу смотреть следующее задание вам нужно будет привести автомобиль и которые разбросаны по карте это тайга и это ворон самое интересное что ворон вы потом сможете забрать к себе в гараж тайгу к сожалению вам придется оставить сейчас я вам рисую карту как вам нужно будет вести тайгу я рекомендую использовать именно ее и вести желательно на автомобиле что-то типа из x605 хотя можете выбрать абсолютно другой но есть и вторая дорога это вернуться назад в сторону гаража и поехать по привычной дороге где мы уже много раз много много раз проезжали где мы панели собирали она дольше но она легче ну опять же кому как как пойдет как как поедете следующий путь это к ворону как довести ворон тоже я рисую от гаража карту если кто не знает если кто здесь еще не ездил карта как я уже говорил но своеобразно есть легкие моменты вот в данном месте допустим болото поэтому нужно проезжать но тоже достаточно мощных автомобилях по дороге вы можете заправиться починиться если вдруг вы сломаете свой автомобиль приезжайте цепляйте ворон самое интересное ребят во всех этих автомобилях что вороне что в тайге есть бензин поэтому чтобы вам было проще ехать я рекомендую включать двигатель автомобиля и тогда вы нормальненько спокойненько можете проехать не пугайтесь того что вы видите на к на карте потому что я когда ехал я таких вот больших камней прям не нашел вот одна карте они смотрели все страшно и ужасно единственное есть одно место когда вы переедете мост уже будете подъезжать к базе снабжения я вам сейчас покажу дорога там типа есть но по факту и и как бы не совсем так что смотрите далее так это место недалеко от базы как я уже говорил дорога есть она там действительно есть но там лежит такой камень который объехать очень тяжело и даже на зикси у меня не получилось затянуть ворон на этот камень поэтому пришлось объезжать объехать ну сами видите здесь дорожечку в принципе ничего тяжелого как я люблю говорить нету вот все очень просто и легко про главное выбрать нужный автомобиль ребята кто еще не успел обязательно подписывайтесь на канал здесь выходят разные видосики да здесь уже есть куча видосиков с помощью которых вы можете достать себе нужные автомобили для прохождения этой замечательной игры а как вы помните еще недавно открылся новый сезон да вот там онтарио водичка но это отдельная тема и на своих стримах я об этом рассказываю так что приходите на стримы тоже так после того как вы привезете ворон вас пошлют еще за одним замечательным автомобилем который валяется на треке перевернутом состоянии вот как до него добраться да все очень просто берете просто с этого места телепортируйтесь обратно в гараж но эвакуируйтесь ладно не телепортируйтесь эвакуируйтесь в гараж едете на трек цепляете автомобиль и везете его на базу снабжения кстати еще ребят кроме лайков мне очень приятно когда вы пишете свои комментарии вот и рассказывайте разные способы потому что ну мой способ он же не уникален в любом случае этом делали много-много раз и другие люди мне также будет интересно услышать ваше мнение вы можете об этом рассказать мне в моем чате или написать в комментариях я их обязательно прочитаю и так на всякий случай еще раз повторяю дорожку как можно проехать как нужно проехать выбирать будет вам маршруты уже в этом ролике достаточно много итак после того как вы сдадите вас задание естественно закончится осталось два простеньких задания первое задание это проехать кольцо я это делал на татарине вы можете использовать к примеру scout international об этом я узнал чуть позже от своего подписчика когда он сказал о том что здесь есть два нет три задания которые нужно будет сделать в коопе то есть проехать квалификацию проехать кольцо и проехать им еще какую-то фигню короче но это нужно будет сделать в коопе причем в коопе вам как первому лицу то есть хосту нужно будет приехать на золото использовал я автомобили татарин и ford как найти ford я также рассказал в своем ролике ну что ребята мы добрали добрались до главного сейчас я вам покажу как же достать спринтер так как я уже говорил для того чтобы там появилось задание нужно было выполнить первый этап мы его удачно сделали сейчас я еще раз нарисую карту как добраться до этого поручения приезжайте туда берете поручения и ваша задача привести спринтер назад в гараж в моем случае я буду использовать татарина это тот автомобиль который достаточно мощная для того чтобы тащить практически все что угодно как вы видите спринтер стоит в камнях что нужно сделать во первых вам нужно развернуть татарина чтобы заехать задом вот хотя можете попробовать конечно и передом вытащить опять же это ваш выбор вот единственный момент ребята я вам советую аккуратненько это делать чтобы не упасть с камней туда вниз и потом непонятно как выезжать поэтому я сейчас еще раз покажу карту как я буду ехать я буду также покажу как я выезжал в целом если вы по дороге угробить автомобиль вы можете заехать на станцию техобслуживания заправиться топливом и так далее и так далее в общем как я уже говорю часто да это не тяжело это нужно просто немножко терпения и у вас обязательно все получится сейчас вы видите дорогу по которой вам нужно будет вернуться и привести этот спринтер на базу так сказать самое тяжелое мы уже практически сделали осталось совсем чуть-чуть вот видите чтобы с камней не провалиться аккуратненько автомобиль поворачиваете в сторону меточки и вытаскиваете спринтер я его немножко покосал но чуть дальше я как уже говорил его и починил все после того как вы привозите на точку автомобиль он становится ваш я вас поздравляю вы получили один из самых прикольных автомобилей для поиска башен и вышек ну так говорят игроки я его обязательно еще по тесте обязательно посмотрю детально на этом мой ролик заканчивается всем спасибо за внимание увидимся когда увидимся